Всех приветствую, с вами я, Веган Христолюб. У нас с вами сегодня очередное видео о любви к врагам. На значке, вы видите, написана простая и понятная эта фраза, но назвал я ролик «Любов к врагам – это центр и уникальность учения Иисуса Христа». В любви к врагам – уникальность, и в любви к врагам – это и есть суть, любовь к врагам, суть и центр учения Иисуса Христа. Поводом для видео явилось видео, которое я увидел, я смотрю, Ходорковский лайф, тоже канал, одноименного, небезызвестного когда-то олигарха, как говорят, сейчас такого общественного деятеля, говорят. И вот ролик на вашем экране, я дам ссылку на него в описании к ролику, я не могу вам вставлять кусочки, чтобы не заблокировали мои видео, мой канал, даже кусочки, поэтому обычно нельзя. Я вам картинку показываю, так она выглядит. И дам ссылку там на пятой минуты, с пятой минуты, с восьмой секунды можете посмотреть. Хотя я рекомендую посмотреть сначала, чтобы был контекст понятен. Видео 30 минут где-то, честно, меня хватило минут на 15 с трудом вообще. Скучно, неинтересно, так себе. Но один момент, меня я включил, вот все-таки хоть сколько-то посмотрел, меня очень зацепил. Это то, о чем я вам все время говорю, постоянно. А о чем я говорю? О том, что практически никто не знает жизни и учения Иисуса Христа. Это суть жизни, учения Иисуса Христа, суть христианства. Не живут сами этой жизнью и не учат других. Не то, что у меня сегодня большой камень бросить в этого там. Это протестантский пастырь. Я не знаю, по-моему, он даже из России, даже может быть находиться в Москве. По-моему, я могу ошибаться. Кто хочет, может его найти. Я не стал там углевляться. Кто он, откуда? Это пастор Альберт Раткин. Я не то, что прямо в него, хотя, конечно же, в его сторону тоже камень. И, как я всегда, вы знаете, говорю, если даже он увидит это видео, я говорю все то, что я готов сказать. Я говорю за глаза, так скажем, или я с кем-то что-то обсуждаю. И вот даже публично. Не потому, что мне не могут дать сдачи или, так скажем, ответить. Нет, как раз потому, что я готов все это сказать в лицо человеку. Этот человек всегда может ответить мне. Мы можем связаться, поговорить. Вот. Но на его примере я вот то, что вам о всем, о том, о чем постоянно говорю, это печально. И я вам прежде всего рекомендую сейчас поставить видео на паузу, перейти по ссылке, которая будет в описании, в первом закрепленном комментарии. Посмотреть это, чтобы вам было понятно. И тогда уже продолжить смотреть мое видео. Я, конечно же, так как видео я не буду ставить, но текстом. Да и, в общем-то, самую главную такую выжимку я вам, видите, застенографировал. И звучит, и там речь следующим образом. Она, знаете, казалось бы, можно сказать тоже не то, что безобидно, она ужасная. Это ужасный тот факт, о котором я все время говорю. И просто то, о чем я вам говорю, вот можно увидеть в видеодоказательстве. Там было два ведущих. Они обычно сейчас по парам часто ведут многие такие каналы. Ну и один из ведущих спрашивает, вот на пятой минуте уже немножко они поговорили. Он ему кое-что там говорит, этот пастор. И он говорит, вот я когда вас слушаю, у меня возникло сразу два вопроса. И говорит, первый такой. Ну, второй мы оставим. Вы можете сами все это посмотреть. Я вам даю специально источники на оригиналы. Может быть, когда-то это видео уже пропадет и не будет. Ссылка, которая будет в описании и в первом закрепленном комментарии, может быть, не будет уже работать. Я не знаю. Но поэтому вот я текстом застенографировал. И я говорю, нигде себе никакие отрывки не сохранял. Не суть важна. Это просто кто смотрит по-свежему всегда мои видео, тот, конечно, увидит все это. Ну, а уж через лета, года, кто знает, что там будет. Но вот стенограмма, разговоры есть. Там, конечно, просто, знаете, чем хорошо видео, можно видеть эмоции, звуки, речь человека, интонацию. Это очень тоже важно. Но я вам могу только вот зачитать текст, да, диалог этот. Вопрос этого ведущего был. Как возлюбить? Он говорит, и после вот там он ему некую речь сказал. Они ему до этого какой-то вопрос задали. Он отвечал. Он говорит, ну вот у меня вследствие вашей речи еще два вопроса. Первый. Как возлюбить всем сердцем сторонника спецоперации? Ну, или по-русски говоря, войны на Украине, рашистов против украинского народа. Или человека более точнее, да, кто такой сторонника? То есть, ну, в принципе, либо сторонника спецоперации, это рашистов, да, которые находятся на территории России, но сами не участвуют в агрессии против геноциде украинского народа, но поддерживают это. Либо прямого человека, да, участника этой спецоперации, то есть войны на Украине, да, и вернувшегося с войны, допустим, он говорит, который убивал мирных жителей. Как мне его возлюбить всем сердцем? Как вы думаете, что отвечает ему пастырь? Ужасные слова. Я не знаю. Это пастырь. Пастырь и тот человек, это кто-то образ и подобие Иисуса Христа. Это человек, который исполнил учения Иисуса Христа и несет его в мир. Этот человек, причем не он же сам себя назвал пастырем. Казалось бы, его люди там вроде как на щит подняли, да. Этот человек отвечает, знаете, на какой вопрос? На самый центральный вопрос Евангелия, на самый центральный вопрос жизни учения Иисуса Христа. Не зря я когда-то, ну, из двух картинок я сам вот это слепил, вы, может, и частенько видели, где распятый Иисус, а, так скажем, рядом эти воины, делящие его, распинавшие, делящие его одежды, да, разделяющие. Центром жизни и учения Иисуса Христа, вообще сутью Евангелия является, вот именно его уникальностью, его центром является любовь именно к врагам. Дальше такая пауза была, он начал говорить, ну, это каждый сам для себя найдет, есть ли силы или нет сил. Я уже добавляю любить, он там проглотил это слово, ну, и дальше немножко стали развивать эту речь, но ни в чего хорошего ее не развили, поэтому я вообще хотел закончить вот на этом. И не то, что я там врываюсь контекста, а так и было. Даже дальше вам речь все должна сказать, это каждый сам для себя найдет. То есть это не заповедь Иисуса Христа, это не обязанность христианина, да, любить врагов, и понять, как это, что это, и исполнить эту заповедь в своей жизни, и вознестись тем самым в небесное царство Иисуса Христа, и сесть на престол рядом с ним, там, где сидит он, будучи любя врагов своих, и показав пример своей жизнью после слов, как это надо делать. Ну, и всей своей жизнью показывал, как он любил этих врагов, которые неоднократно пытались его и убить, и заткнуть, и прочие вещи. Вот этот ответ пастырь, он просто ужасен. И тем более, если пастырь так отвечает, чего уж говорить о пастве. И это живой пример, и это лишь случайный припер, который попал мне просто на глаза. Вы знаете, у меня-то роликов уже о любви к врагам достаточно. На канале, естественно, на моем два плейлиста о любви к врагам имеются. Где они тут есть? Вы их найдете. Вот. О любви к врагам. О любви к врагам церкви, народа, отечества, государства, и все прочие дребедения. Да, и любовь к врагам своим и личным. Я говорю, я разделил только с той целью эти два плейлиста, эту тему, только потому, что существует лживое учение о том, что якобы можно, нужно любить своих врагов, но убивать врагов церкви, отечества, народа, защищать. То есть церковь, народ, государство. То есть быть инквизитором, быть патриотом, убивающим ради Родины, защищая и так далее. Только поэтому я разделил. Так это одна тема, любовь к врагам. У меня два плейлиста, всем рекомендую. Тут 40 и 14 видео, соответственно. Там я уже со всех сторон раскрыл, тем более, я говорю, по свете современных вот этих ужасных событий, агрессии рашистов против украинского народа, я все это показал. И человек, который называется, не просто даже последовательный, хотя все эти пастырства, вы прекрасно знаете, что это просто все эти религиозные бредни, учителя. И, конечно же, у нас есть учителя, есть, так скажем, люди, которые уже познали истину, помогают другим познать, я говорю, ее и разносят, и в ней помогают возрастать, учительствуя и пастырствуя, если хотите, действительно руководя. Но единственное, их никто не... То есть все организации, которые созданы, это все чепуха. Потому что еще древние великие учителя говорили, что учитель не тот, кто тебя учит, а тот, у кого учишься ты. Вот у кого ты действительно учишься, ты сам со своей жизнью показываешь, что это мой учитель, да, потому что я у него учусь. Я его признал учителем по его делам, как Иисус и говорил, да, потому что он умеет тройное сальто с тремя переворотами делать, я тоже хочу научиться. Я вижу, что он умеет, я иду к нему учиться, и поэтому я признаю его своим учителем, да. Все эти бредни, когда там сверху спускает попов, да, ставят их где-нибудь в общине, в то же самом селе или большом городе, люди его не избирали, они знать не знают его жизнь. Он там, да, на престоле святой во время богослужения, а за этим там ведет грешную жизнь. Таких миллион случаев, да, когда это все узнается. Вот, естественно, и знать не знает, что он там знает, да, с вопросом обратишься, не на что ответить не может, разве кто-то его избирал своим учителем? Нет, его просто организация поставила. Естественно, все эти секты, православие, католик, протестантизм, ничего там богоугодного нет, ничего от Бога там нет, все это происки дьявола и заповеди человеческие. И вот, вот это вот «я не знаю», вот это «я не знаю», это вот как он говорит, «вы сами себе свидетельствуйте», Иисус говорил, вот этот пастырь просто, он сам себе свидетельствует, что он не понял и сам не живет по жизни учения в Христе. Нет, ну где-то живет, но не достиг совершенства. И пастырство – это не его место, он его занимает незаконно. Он туда попал случайно, так скажем, неправедно, ни по делам и ни по заслугам. Если он не может ответить на вопрос, вопрошающему человеку, эти ведущие, у тебя шанс такой, целым там ведущим канала Ходорковский лайф благоверствовать истину. Ведь ему, более того, заметьте, они ему цитируют Евангелие, «Как возлюбить всем сердцем врага своего». Ну, тут получается такая связка, вы помните, из «люби, возлюби ближнего твоего всем сердцем твоим». Тут и из «Ветхого завета», который Иисусу приводили, в пример, цитату, да, Иисус, и когда на эти вопросы отвечал, все это интерпретировал в новозаветную смысл, да, что любить Бога и ближнего – это одно и то же, а ближний твой – это все тебя, кто окружает люди на пути жизни, да, вот, и действительно, правильно склеивают ведущие, просто очень правильную склейку сделали, да, что не просто возлюби врага своего, а возлюбить его всем сердцем. Действительно, просто великолепный вопрос ведущего, допустим, неверующего, атеиста, там, да, я точно про этих всех ведущих все не знаю, вот, но они ему как бы задают этот вопрос, причем не как христиане, я говорю, ну, точно я всех не знаю, но там они все, по-моему, атеисты, так скажем, да, да, и он ему задает, вот, ты как пастырь, ответь. Христу задавали вопросы, он на каждый вопрос мог ответить. Пастырь, причем это не молодой мальчик, это взрослый уже мужчина, этот Альберт Радкин, да, он не может дать ответ, он сказал, я не знаю. Все, что я вам сейчас написал, видите, стенограмму, текст, именно так это было произнесено. И даже дальнейшая его фраза никак его не обеляет. Это каждый, это даже его еще хуже опять показывает. Это каждый сам для себя найдет, есть ли сил или нет сил. Никто, каждый, не то, что найдет, да, найдет, не найдет, он обязан найти. Христианин и тот, кто человек, который идет узким и тернистым путем Иисуса Христа в Небесное Царство, следуя за ним, по стопам его, как выражались его апостолы, его прямые первые ученики. Это очень важно. Это центр жизни учения Иисуса Христа. О любви к любящим, Иисус правильно сказал, и грешники любят любящих. О любви к любящим нам все говорят. Родители с детства, какие бы они негодей не были, даже там убийцы, мародеры, насильники и бандиты, да, они будут тебе рассказывать, что ты должен нас любить, своих родителей, там, свою братву, когда вырастешь, наших там братков. О любви к любящим учат все. О любви к ближнему, к посторонним людям, ну, в принципе, тоже учат. Разные секты, мировоззрения, идеологии, да, мировоззрения государственные все эти, начиная от общих каких-то понятий, от каких-то союзов, всяких евросоюзов и прочих, да, у всех есть какие-то там принципы. О любви к ближнему очень часто говорят. Это действительно в мире, да, помоги там нуждающимся, старикам, инвалидам, детям, человеку на твоей пути жизни. О таком еще могут многие учить. Иисус, в принципе, ничего тогда великого не сказал на вопрос, опять же, законника, там, фарисеев, книжников, там, в разных Евангелиях по-разному. Может, неоднократно Иисус такой вопрос задавал, а кто мы ближний. И рассказав о притчу, там, о добром саморенении, да, он сказал, кто такой. Вот. Ну, а любви к врагам, причем деятельной любви к врагам, причем ту любовь, которую человек явил сам, а в данном случае Бог любовь, явившись во плоти, явил, не говорит никто. Об искренней любви. Не терпили, да, не ради небесного царства, а действительно достигнуть того, чтобы в тебе эта любовь раскрылась, не говорит никто. Почему пастырь? И знаете, я, почему я говорю, что я в нем не то, что камни там будут кидать. Я, конечно, вижу его, что это как и многие здесь, вы знаете, несмотря на то, что я наезжаю на все эти секты, самих людей, конечно же, я всегда рассматриваю уникально. Это не важно. Он состоит, конечно, в этой, там, пусть протестантской секте какой-то, да, вот. Но сам-то понятно, что он плохой человек, как мне там любят. Да вот, есть папы нормальные. Слушайте, ну, по какой-то шкале мы все плюс-минус нормальные, или наоборот, там, плюс-минус плохие, да, каждый в свою сторону. Каждый на этой шкале от минус нуля, от минус там 100 до плюс 100, да, занимает какую-то свою нишу, да, это понятно. Я не говорю, что все эти там сектанты, православик, как говорят, есть хорошие. Ну, человек может быть хороший, да. Мусульманин, мусульманка, да. Зная весь тот бред, который они исповедуют, но она-то или он может жить достаточно по-христиански, как это говорит, да. По истине. Несмотря на тот бред, который там написан, которому их не даже богослово призывают. Вот. Он может как бы быть по разным причинам, не способным там отказать родителям, традициям, страх или еще что-то. Вот. Но не поступать по делам этим, да. И все село будет побивать кого-то камнями, а он не будет. Потому что он против все равно этого, несмотря на то, что это написано в Коране, да. И их предки, и их проповедники, и еще от Мухаммеда все это делали, да. И надо делать, ибо ты против народа. А он не будет делать все равно. Он говорит, я не буду. Что хотите со мной делаете, да. Но при этом не отрекаться там от того же самого ислама, да. Поэтому здесь я тоже, как говорится, я ему говорю, что, пожалуйста, он не такой, может, плохой, он против этого. По-моему, он из России, да. Даже, может быть, живет в России. По-моему, я сейчас, хотите сами узнать, я не стал даже интересоваться. Это не суть важна, на самом деле. Он против этой войны. Вот. Я говорю, и может быть, он более-менее понимает, что такое любовь к ближним, любовь к любящим, да. Любовь даже к нехорошим людям. Но напрямой вопрос, как видите, это же неспроста, что он не смог ответить. Это, я говорю, он сам о себе засвидетельствовал. Не я сейчас пытаюсь что-то о нем переврать. Он сам о себе засвидетельствовал. Напрямой вопрос о том, как возлюбиться сердцем вот этого, этих расистов и тех, кто, ну, пассивных расистов и активных, так их поделим, да, вопрос, по сути, так и звучал. Он не смог ответить. И как я вам говорю, это очень печально и очень-очень плохо. Мы с вами сегодня, и я вам отвечу. Надеюсь, вы это давно уже поняли, а если нет, сегодня поймете и реализуете в своей жизни. Но прежде чем мы до врагов дойдем, все-таки давайте еще раз, несмотря на то, что казалось бы, как я вам сейчас сказал, о любви к любящим и любви к ближним и мучат тоже многие, то и христианство достаточно сильно от этого отличается. «Люби ближнего» в плохом смысле слова, действительно, ненавидь врага своего, я говорю, это вообще у всех есть, как я уже сказал, это и бандиты бандитов любят. Да, это вся гитлеровская хунта любила любящих, у них были жены, дети, собачки, тоже любили. И как раз даже эта, вот эта любовь к ближнему и ненависть к врагу своего, это понятно, что врага ненавидит, даже который не их враг, а просто там нехороший человек, да чтоб он там сдох. А если уж на весах и он, и моя, и мои близкие, тут вообще разговора нету, да. Да, уничтожить просто. Разве Иисус о такой любви к любящим учил? Нет. Иисус говорил, что, что, когда я, ты познаешь истину, она будет разделять в одном доме, мать с отцом, мать с отцом, если хотите, да, мужа с женой, дочку с матерью, сына с отцом, сына с матерью, дочку с отцом, и так далее, до бесконечности можно перечислять, что враги даже домашние становятся нам, когда мы становимся, благовестуем истину, когда мы сами становимся святыми, и истину благовествуем другим. И что? Что мать его? Я вот эту картинку показываю, другой я никогда не находил. Вот. Когда Иисус сидит, да, пришли его родители, друзья там все, семья, даже мама там была в дверях, ему сказали, вот, там ищут тебя. Иисус обвел всех пальцем написано, и сказал, кто брат мне, сестра и матерь, кто исполняет волю Божью, заповеди мои, ибо Иисус Бог, любовь явившись во плоти, тот мне, брат, сестра и матерь. Вот такая вот любовь к любящим. Много вы найдете мировоззрений, где такая любовь, где человек не ставит на весы, да, своего ребеночка и соседского, да, если ты свой косячит, да, соседского ударил, ты своего судишь точно так же по справедливости, и говоришь, что ты сделал неправильно. Мы должны пойти, ты должен извиниться, то есть покаяться, и сотворить плоды, достойные покаяния, вместо удара поцеловать, погладить, да, это очень важно, подарить что-то, если ты что-то отнял, вернув то, что ты отнял. Вот настоящая любовь к ближним, это обличение ближних, это ультиматумы ближним, это вот при, это говорение правды ближним. Как раз если мы любим ближних, мы пытаемся, что? Чтобы они отправились вместе с нами, туда же, куда и хотим мы, в небесное царство, любви Иисуса Христа. Много даже такого, даже это. Поэтому я сегодня, несмотря на любви к врагам, хочу все сразу в одном ролике объять, хочу вам полноту истины донести. Это очень важно. О любви к ближним. Ну, тоже говорят многие. Ну, тоже говорят. Иисус говорил, я говорю, любовь к врагам не отменяет, что мы можем начихать на ближних, начихать на совсем ближних, родственников, так называемых, друзей, знакомых, потому что притча Иисуса про ближнего речь шла о любом человеке, ни кем для тебя вообще не являющимся, ни другом, ни родственником, ни сослуживцем, ни третьей вода на киселе знакомым. Нет, вообще, человек посторонний. Иисус просто по притче показал, что это любой человек. Не зря притча так рассказана, что это некие люди шли, и на пути их жизни встретился вот этот вот избитый. И некий человек был избит на дороге, и мимо него прошли там и священник, и дьякон, так называемый, современным языком, да, религиозным. И вот некий вообще иноземец для этого человека, и вот того избитого он, так скажем, взял, ухаживал за ним, поднял его, отвез в больницу, раны ему все, сам перевязал, сам за ним поухаживал, потом отвез в больницу, и все заплатил за его выхаживание, да. Иисус тем самым показал, что это любой человек, нуждающийся на пути нашей жизни, вот кто мой ближний. Любить мы должны их все, что можем восполнять какие-то недостатки, помогать этим людям, что в наших силах, конечно же, вот, и, естественно, и радости мы делаем то же самое, не только ближним, вот, тут хоть и от минуса до нуля показано было в притче, поднять это просто самое важное в жизни, ну, а по сути, и любой человек мы радости доставляем, мы улыбаемся не только своим близким, мы любому человеку на улице доставляем тем самым радость, да, он не нуждается в этой улыбке, но мы его, скажем, плюс ноль все сверху дополняем, какие-то радости людям дарим, да, плюшки, вот, это важно, тоже, конечно, об этом учат многие, Иисус об этом тоже учил, да, он лишь, единственное, там в ответ было, что вот именно иудеи уже этого не делали, все, они только иудеям помогали, люби ближнего, у них свелось к чему, почему он их, так скажем, по сути тоже высота, потому что и действительно, чем учение Иисуса, жизнь отличалась вот от, от всех остальных, да, потому что действительно, может быть у многих тоже слова такие есть, там, помоги какому-нибудь сироте, но там тоже порой такой круг, там есть ограниченность, если Иисус дал понять этой притчей, так как тем более, там в притче иудеи и самарянин, а самаряне, иудеи с самарянами не общались, они ими пренебрегали, брезгливо относились, презирали их за то, что они там иноземцы, в другое верят, Иисус в этой притче как бы показал, что это любой человек абсолютно на пути твоей жизни, а у нас очень часто любовь к ближнему, ну да, сироте помоги, желательно сироте помочь из твоего народа, да, а если это какой-нибудь там ниггер сидит, ты ему не вздумай, или там хачик, да, как вот у расистов, у тех же самых, у них любовь к ближнему подразумевает, что это, конечно, да, это не член твоей семьи, это не твое окружение, твои друзья, твои там одноклассники, друзья, однокурсники, сослуживцы, да, ну это вот какие-то посторонные, но это русские, это белокожие, потому что когда речь дойдет, да, хачику помочь, он не то, что помочь, они еще пойдут, сбри в голову, ему череп проломит, это очень важно понимать, вот Иисус тогда, иудеев, и учил именно этому, что любовь к ближнему, распространяется просто на любого человека, то есть ты помимо правильной любви к своим, к своему близкому окружению, который что-то для тебя тоже делает, то есть любит, там не зря так хорошо сказано всегда, любовь к любящим, то есть те, кто меня любит, значит, люди какое-то отношение ко мне имеют, и ко мне что-то проявляют, я им по сути как бы тоже должен, да, и у меня есть с ними связь, вторая ступень, это любовь к ближним, это любой человек на пути твоей жизни, невзирая на национальность, вероисповедание, я хоть и обличаю всех этих религиозников, кто неправильно верует, какую-нибудь чепуху несет, и вся говорят, слушайте, если человек обратится, или я просто даже сам знаю, узнаю, что ему нужна помощь, или он публично обратится, не лично ко мне, да я чем смогу, помогу, если это реально нужда, у него там куска хлеба нет, собирает на что-то, да, многодетное, он пусть и хинею несет этот поп, но если у него 25 детей, они нуждаются, и все равно будут сам там помогать, переводить деньги, и обличать их, все эти, да, неправильные вещи, вот это настоящая любовь, и помогаю я всем, невзирая на стою, кто он там, да, русский, китаец, какая у него кровь, социальный статус, возраст, пол, не имеет это для меня никакого значения, потому что я знаю, что такое любовь, которую раскрыл в себе, а которой учил, и жизнью являл Иисус Христос, вот о чем рассказал Иисус, многие об этом говорят, тоже далеко не многие, редко кто говорит, это два, но как действительно, ну есть, произвести сказать, особенно, знаете, к истинному христианству, к жизни учения Иисуса Христа, ближе какие-нибудь восточные учения, порой, действительно, мне многие тоже там любят тыкнуть за, чуть ли там не за буддизм, за йогу, что это там, слушайте, я просто все хорошо знаю, в отличие от вас, да, что меня тыкать-то за знания, и во-вторых, действительно, порой там больше близости к истине, к любви, чем вот в каких-нибудь даже псевдо-христианских, казалось бы, которые ближе к христианству должны быть, хоть они и псевдо-христианские, но все-таки христианские, должно быть, ближе быть, а все остальные подальше, пусть они не в истине, но где-то около нее топчутся, нет, они на так далеко ушли от нее, как иудеи ушли, далеко от истины, несмотря на то, что у них было куча пророков и прочих вещей, наставников, учителей, которых как Иисус, и мудрецов, которых Иисус им прямо обвинял их в том, что они всех побили, избили, да, и уничтожили, здесь то же самое, много о таком учат, совсем немного, в России учат о таком, ну да, якобы учат, но только если это американец, да, отрежь ему голову, это все то же самое, вот один в один, ну и любовь к врагам, об этом вообще, много ли об этом учат, тем более делом, а не словом, чем явил Иисус, много ли вы знаете религии, лидер которой сделал то, что сделал Иисус, я не знаю ни одного, Будда, обозе, в Боге, в кругу, в умиротворенном кругу своих учеников, почел обозе, как говорят, да, ушел в нирвану, многие ли явили делом любовь к своим врагам, просто к ненавистным, причем такую любовь, когда тебя действительно просто, и просто убивают даже там пули в лоб, все сделали со Христом, всем, я думаю, известно, если нет, узнаете из Евангелия, то как от момента его ареста, кому неохота читать, посмотрите книги, фильмы Мела Гибсона, «Страсти Христовы», «Страдания Христа» 2004-го, да, по-моему, какого года уж и забываю, вот, о том, как он являл свою любовь к своим врагам, это очень важно, учил об этом Христос словами, да, учил он этим, явил он это делом, конечно, явил, что же такое любовь, как я вам сказал, у меня полно роликов, но вот просто уж раз я, чтобы не просто пересылки давать на все остальные ролики, приходит все по кругу гонять, еще раз я скажу, слушайте, вот знаете, почему они заблудились, и что на самом деле у ведущего, у него как бы правильные вопросы, но и он до конца сам не понимает, в чем он неправ или заблуждается, что пастор, который так и не смог ему ответить, все почему-то любовь путают с тем, что я должен испытывать теплое, ведь любовь это прекрасное чувство, это когда у меня радость, когда я счастлив, когда я вижу этого человека, когда я его слышу, когда я его щупаю, я испытываю удовольствие, я испытываю радость, я люблю, потому что он меня, а почему я такое испытываю, просто так что ли, нет, потому что он меня тоже любит на самом деле, теплое чувство, теплое чувство, которое у вас возникает, а всем говорю, слушайте, вот то, что говорю я, христолюб, примените к себе, и просто вдумайтесь в то, что я говорю сюда, я не говорю никогда ничего, что не имеет реальности в жизни, ведь вы все это знаете, я просто немножко формирую, вот эти наши извращенные, с детства в нас вложенные, системы, или еще что-то, ведь вдумайтесь, что у нас теплое чувство, теплое чувство, вот эта любовь, как ее говорят, физическая любовь, физическая эмоция, как хотите, наслаждение, это у нас вызывает, когда нас любит, пусть даже пассивно, это не значит, что она каждые пять минут меня целует, или он там, или это животное, или природа, которая вызывает мне такие эмоции, но ты знаешь, что она ко мне хорошо относится, или через пять минут сделать мне какое-то удовольствие, или вчера делала, накормив, напоив, поцеловав, обняв, и так далее, мы друг к другу, у каких-то любовь, это слово, имя существительное, сущность наша, глагол ее, действие, это любить, проявляется оно в делах, постоянных, каких-то, я люблю, потому что меня любят, мне тоже хорошо, и мне хорошо даже то, что я ее созерцаю, но ведь она такая, она за собой ухаживает, или он там, или животное, которое тоже ко мне ластится, и ждет меня, но только оно меня поцарапало, это животное, только этот человек меня ударил, у меня сразу, что, во мне теплое чувство, я радостен, я счастлив, нет, я страдаю от боли, и во мне возгорает нехорошее ощущение к этому человеку, чувство, эмоции, правильно, это конечно правильно, когда вас бьют по черепушке кувалды, у вас какое должно чувство возникать, от чувства боли, от чувства боли, я испытываю страдание, страх, страх, страдание, все по кругу, пошло там целый наборчик, это естественно, да, это естественно, это природа человека, она такая была от начала, и будет такая во веки веков, даже в Царстве Небесном, мы можем испытывать боль, мы и не будем испытывать, потому что никто нам не будет ее причинять, но точно так же, как мы могли ее испытывать в раю, именно поэтому, могли кого-то убить, да, мы были, так скажем, вечны, да, но мы были бессмертны, нет, в оконцовке мы вечны, да, но мы могли убить, в Царстве Небесном нас ножом можно будет убить, ну, как бы да, кто-нибудь это сделает, нет, там будут одни святые, это очень важно понимать, там будет святая природа, животные, все, там уже не будет, возможность потенциальная есть этого, там этого не будет, в этом-то и свобода, сущность бытия, это свобода, свобода не исчезнет с Царством Любви, с Вечным Царством Любви, нет, и смерть как бы не исчезнет, она как бы будет в потенции, но ее не будет, потому что никто ее не будет причинять никому, это очень важно, вот здесь то же самое, Думать, что у тебя и люди до таких, казалось бы, взрослые люди Не доперли до таких элементарных вещей Не достигли, не доросли, не досознали Знаете почему? Потому что вся жизнь вот так вот, как мыши в колесе Знаете, вот этот уход Иисуса в пустыню, он не просто так Вы знаете, я сам прошел уединение в достаточный срок Знаете, не зря Иисус вышел оттуда в силе духа и пошел проповедовать Истину надо познать Для этого надо оставить все в жизни Да, формально, человек уже семейный, дети, вы не можете просто так взять Все бросить, куда-то там в пустыню пойти в монастырь, нет Но действительно уйти в себя нужно Уйти в себя, действительно понять эту жизнь Понять смысл жизни Понять, открыть ли себя все эти вопросы Что я, кто я, куда я иду Что такое любовь, как поступать по любви Все эти прочие вопросы Найти ответы на все вопросы жизни Это можно сделать Я вам свидетельствую в своей жизни Я говорю лишь то, чего достиг сам Как и учил Иисус Я не говорю того, как православные Я ничего не знаю, а вот святые отцы говорили Да Я грешный, грешный, супергрешный Да, передаю учения святых отцов Что ты можешь передать, если ты этого сам не вкусил Ничего Ты опытом не изведал Ты понятия не имеешь, что ты вообще передаешь Что ты касаешься Ты не можешь испытывать Это извращенная была бы природа Ты был бы мазохистом Если бы ты испытывал удовольствие от того, что тебе выбивают зубы Или ломают ноги Ты не можешь физически И это правильно Это природа Это просто природа Сущность бытия Ее изменить невозможно На вопрос Моисея Кто ты есть, как твое имя Бог ответил Я просто есть Я есмь Все Я такой, какой я есмь Я просто есть Я не знаю, что я Бог по сути ему говорил Если раскладывать его речь На более пространную Именно так Я не знаю, кто я есть Я просто такой есть Меня никто не создавал Нет моего начала И нет у меня конца Я просто есть Я просто существую Я есмь Сущий Я просто существую Я просто есть Не существует никакого времени Есть только движение Ну, конечно, времени Движение есть как бы временное Вот надо достигнуть этого состояния Вот и все И очень просто это Я могу испытывать радость Теплое чувство к тому, кто меня бьет? Нет, конечно Разве Иисус этому учил? Нет Разве Иисус рассказывал Или кайфовал на кресте Да Разве не написано, что он даже Молясь Перед своим арестом Ужасался написано Был просто в ужасе В страхе и ужасе Пал на землю И молился, чтобы миновала его сия чаша Какое уж удовольствие он испытывал Разве он не кричал и не извивался, когда его избивали Когда он нес этот крест Когда его прибивали Когда он висел на нем Ну, о чем говорить? Он что, испытывал от этого радость, что ли? Он что, мог испытывать от этого теплое чувство любви к тем, кто его делает? Ему что, поголовки, что ли, гладят? Когда вместо тернового венца, который на него натягивают Разве можно сравнить удовольствие от поглаживания Когда вас любимый человек гладит Или когда тебе иголки в голову впиваются Ну, о чем говорить? Какие могут теплые чувства возникнуть? Их не должно быть Если у вас возникает теплое чувство от боли У вас мозги извратились И я сомневаюсь, что такой человек существует на земле Все эти, как я говорю, садомазохистские игрушки Сексуальные игрища какие-нибудь Это все там до поры, до времени Так, знаете, легкие похлопывания Может быть, это и можно в игру превратить Если там реально начнут причинять боль Никто ее выдерживать не сможет Там либо будет насилие Либо будет какое-то уже больное притворство Я не знаю, до чего там может дойти Никто от боли не может испытывать удовольствие Я вообще не представляю, как в сексе, как говорят там Ударь меня или еще что-нибудь Какой-то бред вообще Как можно испытывать удовольствие Если тебе еще калашматят Это же какой-то бред Для любого нормального человека Это что-то чужое И никто даже не понимает, что кто-то от этого испытывает удовольствие Это что-то в голове, когда Шиза начинает Мы видим, как люди других убивают Любой нормальный человек не будет никого убивать Любой нормальный человек Даже врага своего не убьет Уже он понимает этого Убийство страшная вещь Само созерцание этого трупа И так далее Уж не говоря о том, что ты только что его таким сделал Проломленная голова, череп Никто своими руками никого душить не будет Это ужас Но такое же делают люди Делают Поэтому я говорю, есть эти там и сексуальные какие-нибудь извращения Есть, есть Но это извращение Любой нормальный человек понимает, что в Царстве Небесном такого быть не может Почему? Формально, по закону, по какому-то нет Потому что до этого всего есть предел Если туда дальше развиваться Знаете, в удовольствии нет предела А вот там есть Поэтому там можно поиграться якобы, подурить И сказать, что вот же, это работает Нет, это просто до предела работает Потому что вы дурью маетесь А доведи туда тогда дальше, если так это все хорошо Нет Так что подразумевался-то Иисус, когда говорил о любви к врагам? Что такое вообще любовь к врагам-то? Это не теплое чувство, которое в тебе должно возникать Это чувство любви выражается в чем? Когда ты грешника, пытаешься Что с ним сделать? Изменить его Вернуть Призвать к покаянию И сделать все, что он покаялся Ибо Бог не хочет смерти грешника Но чтоб покаялся и жив был Если ты этого достиг Если ты вот эта у тебя мысль Да Ты любишь врага Ты исполнил заповедь Христова, заповедь Божию Ты и стал этой любовью Ты стал Богом любовью И действительно достоин гражданства Небесного Царства Более того, сидеть на престоле рядом с Иисусом Христом С Богом любовью Если ты желаешь Я ненавижу расистов? Нет Я люблю их В каком смысле? Я буду их гладить по головке, что они украинцев убивают? Нет, я обличаю их во все горло Сколько могу Сколько хватает моих сил, времени, здоровья и знаний Я говорю, вы убийцы, вы негодяи Я глажу по головке трупожоров Я люблю их, конечно Я говорю, вы убийцы Я люблю их Именно поэтому я им это говорю Перестаньте убивать Я люблю их и животных Именно поэтому я обличаю их Чтобы они перестали убивать животных Сами стали счастливы Чтобы эти уголья им в аду на голову не сыпались И животные были счастливы Я обличаю расистов И активных, и пассивных Я люблю их, конечно Я люблю украинцев, конечно Я украинцев обличаю, что они тоже насуются своим нацизмом По концовке-то, национализмом Который точно так же может перевалить Они не заметят, как они из национализма Свалятся в нацизм Потому что национализм Это первая ступень Это первый шаг в другую сторону На дно ада Они не заметят, как они в нацистов превратятся То же самое Нас с этим Мы украинцы Мы не украинцы Это не имеет ни то, что ни особо никакого значения Это плохо, когда люди делят друг друга по нациям То, что убивать их пришли Да, это плохо Неважно, кто Русские, китайцы Вот конкретные люди Ну да, их называют расистами А там кого-то только нет Вот она, любовь Любовь Это обличение грешника Это не говорит А кому много прощается, тот много любит Когда мы все в небесном царстве После покаяния Увидим друг друга Действительно искренне простим друг друга И действительно тех, кто грешили Против кого-то Покаяться Створят плоды достойной покаяния Поверьте мне Знаете, как говорят Лучший враг Это самый худший Лучший друг Самый Это самый худший враг когда-то твой Это действительно так Иисус прямо сказал Кому много прощается Того много Тот много любит Это правда Потому что когда я после всего зла Действительно раскаялся Искренне Не нахожу себе места Действительно И человек меня простил Вы знаете Я увидел его любовь Еще больше И я действительно готов Этому человеку отдать все Уже не то, что я там у него отнял А все только за то, что он явил такую любовь И я его люблю еще больше Потому что он не просто Незнакомый человек А я его обидел Он меня простил И теперь я его люблю Не как обычного человека Почему нас вызывают такие эмоции Теплые Какие-то великие И светлые Жертвенные люди Вот именно поэтому Именно поэтому Поэтому кто Кому много прощается Тот больше любит Кто много зла делает Вон у меня мышка поймалась В этичную мышеловку Слышу, как забралась Пойду сейчас выпускать С любовью Вот так вот Вот что такое любовь Вот так этот пастырь должен был ответить Наша любовь Так мы их любим Их любят на самом деле Почему я говорю Я их хоть обличаю Они конечно Так скажем Исполняют заповеди Христова Это как и сказано Что действительно Я говорю Как Иисус сказал Многие придут с Востока и Запада Не ведая того Что они христиане И возлягут Да В небесном царстве Да Потому что И как апостол Потом Павел говорил Что язычники Многие не ведая То Живя по сердцу В котором Также Бог Бог у них Потому что Бог творит всего И любит всех И никого Никого не делит У него нет православных Да Католиков Протестантов Мусульман Мы тут поделились Да Действительно живут И все придут И обгонят всех этих Религиозников И так далее И понятно Что то чем они занимаются Но если правильно Я там не могу Я так образно говорю Этот пастырь может Еще то нести Я сужу по маленькому Этому Я не знаю Насколько он там Праведен И так далее Да Что он там Другое говорит Что он там Предлагает с расистами Сделать Я не знаю Но если он действительно Может просто поступает Так Но никак не может Свою жизнь Словами сформировать Вот дойти до этого Чтобы дать такие Правильные ответы Ну На самом деле Конечно Это я так говорю Это не так Если человек Не может выразить Словами Знаете Есть такая тоже Мудрость Древняя Я ее очень На себя Всегда примеряю Как-то на ус Себе намотал Я говорю У меня всегда было Тоже очень много Учителей Великих философов Я Все где я видел Человек великий Не по словам Не в каким-то мишуре Даже по его жизни Описанию Нет Я просто читал его Мысли Понимая Жизнь И они говорили Что если ты что-то Не можешь объяснить Значит ты сам Не понимаешь Это очень важно Я как-то понял Для чего я всем говорю Учитесь проповедовать Учитесь говорить С близкими Еще с кем-то Не бойтесь То что сначала Будет не получаться Вас будут затыкать Неправильными вопросами Вводить Правильными Неправильными вопросами Вводить в ступор Вы не все сразу знаете А как вы хотели Научиться А как вы хотели Свою жизнь Если вы не можете Ответить У вас этого нет Откуда вот эти Все во мне заповеди Мне надо кажется Смотрят на такого Как я Блин Ну как он Вот он так все несет Вот на все отвечает Слушайте Это жизнь Пока ты заповеди Учишь Изубришь Это все ерунда Когда ты ими живешь Исполняешь Тогда у тебя Все это вот тут Ты никуда не лезешь Это твоя жизнь Ты просто делишься Свою жизнь Это и есть И ты поэтому Все знаешь Вот и все Проповедь Одно из этих Средств Познать Если вы действительно Значит вы сами До конца не поняли Если вы не можете Ответить на эти вопросы Вы сами Мы просто боимся Ставить сейчас От себя что-нибудь Люди готовы Нас может быть и послушать А мы делаем что-нибудь Вы бы увидели Как вы сами развиваетесь Как меняется ваша жизнь Как меняются ваши поступки Потому что вы быстро будете Реагировать на эти поступки Разозлиться или нет Сдержать свою агрессию или нет Потому что И более того Когда вы будете этому учить Само это слово Будет облегчать вас Вы будете соответствовать Своим словам Это очень важно Иногда мы И поэтому боимся Что-то говорить Потому что знаем Что за самими Там есть Иисус правильно сказал Прежде чем Вы помните Пару роликов назад Кто смотрит последовательно Я записал ролик А то мне спросили Как же вынуть Бревно И могу ли я вынимать Сучок в глаз у брата Когда свое бревно Здесь я уж сегодня Не буду распыляться Специально целый ролик Записал на эту тему Достаточно большой Так вот им Ты вынь бревно Из своего глаза Иисус прямо сказал Ты вынь И тогда узнаешь Как вынуть И что вынуть то надо Просто действительно Прежде чем вынимать Если у тебя у самого бревно В глазу Вынь сначала свое бревно А если ты его вынул Или у тебя его нету Тогда к тебе это вообще не относится Действительно Вынимай сучки Из глаза ближних Есть это бревно Вынь Нет Так вынимай Вот Вот очень важный этот момент Очень важно Любовь к врагам Поэтому ни о каком теплом чувстве У вас быть не может быть Это очень важно Это наоборот Это извращенное Знаете Когда мы любим И наоборот Вот именно Теперь к любящимся Примените Когда наши любящие Мне говорят Да вот что ты там С родителями Не общаешься Из-за веганства Или из-за расизма Из-за этого Еще за чего-нибудь Не желают истину Вечности Все это познавать Ну это как раз у вас извращенное Если ваши люди Я говорю Слушайте Вы знаете Ну конечно для вас веганство Животные какие-то Тысячами Миллионами в день Кричат Вопят Умирают Вам насрать А я могу все это Понимаете Я переживаю за все это Да Я способен В своем уме Представить все страдания мира Да И сказать родителям Что вы убийцы Перестаньте это делать Я не могу сказать Что я их люблю Вот этой теплой любовью Сейчас я им Прямо в лицо говорю Я не могу вас так любить Если бы вы были светом Я бы вас любил Искренне теплыми чувствами Зачем я буду Я вас люблю Да Как люблю любого человека На земле Именно поэтому Я вас обличаю То же самое происходит С соседями Какими знакомыми Друзьями моего детства Не детства Современными Да Я именно потому Я именно поэтому Вам все это говорю Потому что вас люблю И хочу любить Не только вот этой Любовью врагов Ей любить невозможно Это не сущность бытия Мы не можем В небесном Мы здесь с ума сходим И христианин Святой человек Не хочет в небесное царство Где ему вечно Придется любить врагов Где кругом будет этот ад Вечно На котором мы с вами живем Сейчас в земле Так называемый Это ад Для святого Для светлого человека Везде страдания Боль Ужасы Да Он и так здесь мучается Что же он хочет этого вечно Нет Любовь к врагам Это временно Это когда ты Через силу Несмотря на Холод в твоем сердце Лед У тебя как говорят Жилы стынут От того что ты видишь Что они вытворяют Грешник там С чем-либо Да С кем-либо С природой Животными или людьми У тебя кровь в жилах Стынет Как говорят Вот именно По сути сердце Леденеет И ты умом Заставляешь себя Говорить правду Ему Окружающим И так далее Тем кто На ступенечке К этому Подли При дверях Стоит Скоро сам войдет В такую же комнату Ты обличаешь Спасаешь этих людей Вот что такое Любовь к врагам Что ты искренне Желаешь Всем покаяния Не смерти Грешнику Не чтобы они В вечном аду Мучились Вы думаете Я смотрю там Украинцев Там Гордона Дмитрия Который всех Там в ад посылает Он много правильных вещей Говорит Он на среднем Ком уровне Да Люби ближе Ненавидь врага Они это все Живут по этому принципу А дальше то что Я их слушаю Делюсь Не потому что Делиться не с кем Там хоть какая то планка Хоть какая то планка И они пытаются Просто позиции подать Да вот и украинец Ваш ближний Кого вы там убиваете Да Ну а так по сути Пусть все в аду И Путин на веки Мощный Можешь себя так Хочешь сказать Познавшись Нет Да он не скажет Потому что он так не чувствует Потому что он знает Что каждый человек Это счастье И мы все заблудшие овцы Здесь когда то были И Бог то давал мне бесконечно Мне тоже надо было Тогда давно Прихлопнуть Богу И отправить в ад На вечные муки Но Бог не хотел Моя смерть А все ждал Когда я В ум разум приду Я пришел Теперь он любит меня Я люблю его Потому что пребывающий в любви Пребывает Бог и Бог в нем Да И все А тому кому много простилось Много любит Вот так вот Такое простое объяснение Все попутали Сердечно с умовой любовью Перепутали Места им поменяли Да любовь к врагам Я говорю Да такая же любовь к родителям Любовь к ближнему Я говорю Не должно вот это Что к злу Мы не можем испытывать Теплое чувство Эмоции Удовольствие переживать Мы не можем Этого испытывать Мы не должны этого Если у вас это есть Я еще раз повторяюсь У вас что-то не так С природой Уже Дошло до искажения природы Хотя тогда Осознаете ли вы Или это вот Даже от моих фраз Я что-то уже не знаю Возможно Способны ли вы это понять Вот так вот Все очень просто Все очень просто Надеюсь Я На вопрос О том Возвращаемся к нему Да Как возлюбить всем сердцем Сторонника спецоперации Или человека Вернувшегося с войны Который Который убивал Мирных жителей Этому ведущему А в нем В лице всех Кто смотрит Мои эти видео Я ответил Вместо этого пастыря И дал четкий Понятный Пространный Простой Ответ Вот и все Наша любовь Проявляется К людям Грешникам К злым людям В любых сферах жизни Неважно кого Они убивают Уничтожают Портят природу Животных Или людей Это в чем В том Что мы не хотим Их ни смерти Не желаем им Вечных мух в аду А желаем только одного Чтобы они покаялись И были живы И были святы И все мы бы В небесном царстве любви Где не бывает Много личностей Там хоть их миллиард Будет Не бывает много друзей Не бывает много детей И хоть бесконечно Будет каждый человек Это уникум Мы каждого любим Один другим Не замени Вот Когда вы в такой Стоянии приходите Вот Это свидетельство о том Что вы Познали истину Вы стали Как наш Как мой По крайней мере Уж точно Как все Выражаюсь Что вы видите У меня под описанием В каждом ролике В моих постах В моих телеграм-каналах Везде Что я ученик И проповедник Иисуса Христа Его учения Иисуса Христа Бога любви Пришедшего в плоти Господа моего Господина моего Учителя Моего наставника И Бога нашего Бог-то он всем Вопрос Кому он учитель Кому он наставник Кому он господин Да О любви Ко всему его творению Это очень важно В это я сам преобразился И вам всем Этого желаю Ну в принципе В контексте Этого сегодняшней темы Я как уже вам сказал Могу вам только Порекомендовать Близких по теме Это Два плейлиста Любовь к врагам Кого эта тема С этой темой важно разобраться Все надо узнать Все надо понять Найдете их У меня на канале И Вот когда-то я Любви к врагам Записал Вот тут на значке Может быть видно Вам немножко Тут загораживает Количество видео Я записал такой ролик Я редко пишу Какие-то подкасты Обычно всегда Вы видите меня Я в свободе слова пишу Но редко у меня бывает Я либо статьи пишу Какие-то их потом озвучиваю Но это редко Крайне редко Либо какие-то Более крупные тексты Вот тут как раз На значке Тот видео Найдите его Зачем явился Иисус Христос Чему учил Там я Для меня Это необычный формат Я редко делаю Вот там я как бы То же самое Опять говорил Я по-моему Все-таки Или записал Или я просто так Говорил в микрофон Но как бы Меня никто не видит Я можно сказать Закрыл глаза И знаете Просто вот Рассуждал Такое редко делаю Вот там я все Я сделал несколько слайдов Ну по сути Все то же самое Сказал вам Что и сегодня Вот Ну кому интересно Ну и вообще Плейлист так и называется Христианство Жизнь Иисуса Христа И его учения О любви Ко всему его творению Это что-то Все близко к этой теме О сути христианства Ну на этом у меня все Я с вами прощаюсь Всем желаю Всякого блага Всякого добра И познания истины Всем кому нравится Мое видео Ставьте лайки Это помогает Продвижению Этого видео И всего контента На моем канале Это не для тщеславия Мне это даром Все не нужно Это очень важно Чтобы ролики На ютубе Показывались чаще Подписывайтесь на канал Кто не подписан Нажмите на колокольчик Чтобы получать уведомления О новых видео И пишите комментарии Я все читаю Задавайте вопросы На какие могу Имея повеление Духа и желания Откровения Я отвечаю Посидите мой авторский Христианский сайт Христолюб.ру Или по-русски Христолюб.рф Там много чего Интересного найдете До скорых встреч Всем добра Субтитры сделал DimaTorzok